Спальный район Харькова Приграничный Волчанск Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в НАТОвских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 12 мая 1997 года в Кремле Ельцин с Масхадовым подписали договор о мире с Чеченской республикой Ичкерия. Он предусматривает решение спорных вопросов исключительно ненасильственным путем в соответствии с международным правом. Договор поставил точку не только в первой чеченской, но и 400-летней войне Чечни с московскими оккупантами. О чем сказал сам Ельцин. Мир продлился два года. Все, что было подписано, все гарантии и договоренности нарушены расистами. Про взрывы домов ФСБшниками вы знаете. В результате второй чеченской Ичкерия пало. Этот сценарий сейчас Кремль через Трампа, Орбана и Си пытается навязать Украине. Именно так. Именно так. В пятницу президент Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов в рамках процедуры PDA – передачи оружия и боеприпасов непосредственно с баз Пентагона. Новый закон о помощи, разблокировавший финансирование для нее, работает. Господи, благослови Америку. В тот же день произошло еще одно знаковое событие. Госдепартамент утвердил продажу Германии в экстренном порядке трех ракетных установок HIMARS для передачи их Украине. Событие это является знаковым, поскольку впервые третья страна покупает американское оружие специально для передачи его Украине. Это решение было согласовано во время визита в Вашингтон 9 мая министра обороны Германии Бориса Писториуса. Гипотетическая возможность такой оплаты американского оружия для Украины обсуждалась еще до недавнего принятия Конгресса закона о новых бюджетных ассигнованиях на помощь Украине. И вот теперь этот механизм заработал. И хотя Конгресс в конце концов принял закон, у администрации есть деньги, которых по ее оценке должно хватить до конца года, дополнительное фактическое финансирование помощи союзниками по НАТО, которые могут покупать американское оружие для передачи его Украине, это еще один важный источник того, чтобы у Украины было больше американского оружия и боеприпасов. Напомним, что неназванное в официальном пресс-релизе Пентагона количество установок Хаймарс и ракет для них включены и в пакет помощи, утвержденный президентом в пятницу, а называть и не нужно, как и уточнять, сколько ракет Атакамс среди переданных ракет. Не обо всем нужно говорить громко. Главное, чтобы помощь как можно быстрее доходила до вооруженных сил Украины. Это абсолютно однозначно. Пришли сообщения о том, что в России серьезные кадровые перестановки. Уволен министр обороны Шойгу, которого переместили на пост, который ранее занимал Патрушев Николай Платоныч. Шойгу теперь назначен секретарем Совета Безопасности. Вместо Патрушева Шойгу, это должность пенсионерская, Совет Безопасности, конечно, в последнее время играл большую роль, но раньше он ничего из себя не представлял. А уж при Шойгу-то, который теперь лишен корней, да еще и его Тимур Иванов, первый зам под страшным следствием, ниточки-то ведут к своему Шойгу, вряд ли он там что-то сможет. Так, пенсионная, а возможно, предарестная должность. Знаете, вот Ежова тоже сначала перевели с поста наркома НКВД на пост наркома транспорта и связи, а потом арестовали и расстреляли. Ну, тут не расстреливают, но, тем не менее, чистки имеют свою закономерность. Так вот, самое главное, кто назначен вместо Шойгу, это Андрей Белаусов, бывший первый вице-премьер в правительстве, в прошлом Мишустина. Это лидер, фанатичный, убежденный лидер тоталитаристов в экономике, сторонников госплана, государственной экономики, мобилизации, отъема всего чего-то надо для государства, у всех, у кого надо отнять. В общем, такой совковый бухгалтер, причем он грамотный экономист, и он, что крайне редко в путинской России, он лично бескорыстный человек. Ну, естественно, он не связан ни с какими военными кланами, он никогда вообще не занимался ничем военным, он ничего не понимает в военной стратегии, но он очень хорошо разбирается в бухгалтерии, в экономике, и очень хорошо представляет себе, что надо делать в военно-милитаристской государственной экономике. То есть, что называется, в разворованную, коррумпированную сферу вводят великого инквизитора с неограниченными полномочиями. Где деньги? Деньги вернуты. Российская военная экономика действительно стала замедляться в последнее время, выходит на определенный такой вот рубеж, где она уже наращивать много по-старому не могла, сколько денег не дай, все раскрадывали. При этом есть еще один момент, конечно, в России, это то, что Шойгу же вор, но таких воров сразу не снимают, Путин вообще своих бережет, а Белоусов честный человек. Украина тем временем, пока все интересуются битвы под Харьковом, продолжает массированную кампанию ударов по российским НПЗ. Каждый день приходят новые сообщения о таках беспилотников, достаточно успешных по российским нефтепривобадочным заводам. Например, ударили по Волгоградскому НПЗ, подорвав одну из новейших установок по переработке нефти номер один, которая введена в действие в 2015 году, могла перерабатывать почти 7 с лишним миллионов тонн нефти, а теперь выведена из строя. Таких сообщений уже достаточно много, это системное действие. Наконец-то Украина начала это делать. Видимо, убедили натовцев, убедили американцев, что это полезно для войны. Цель как можно сильнее ослабить Россию.